Вы слушаете Радио России Ульяновск. Доброе утро всем, кто нас слушает. Сегодня среда, 20 января. У микрофона Алексей Сорокин. Тысячи пациентов с COVID-19 получают все необходимые лекарства. К примеру, на этой неделе, кроме 20 тысяч доз вакцины «Спутник Ви», в регион поступило более 2,5 тысяч упаковок препарата «Дексаметазон». Со склада препараты направляются в лечебные учреждения, а оттуда распределяются среди амбулаторных больных коронавирусом. Вопросы, связанные с поставками препаратов, контролируются рабочей группой Центра лекарственного обеспечения населения Ульяновской области. Продолжит руководитель рабочей группы, главный врач областного кардиологического диспансера Елена Мовчан. По амбулаторному обеспечению лекарственными препаратами есть определенные перебои, но в частности по антикоагулянтам. Средства выделены достаточно большие, то есть трансферции правительством Российской Федерации, и осталось на 7 миллионов получить антикоагулянты. Это препараты, которые входят в схему лечения коронавирусной инфекции средней тяжести, пневмонии, и собственно эти препараты длительное время были в дефектуре, то есть их не было на рынке предложений. И вот позвалась одна фирма, иная еще лицензию на оптовые поставки, и снимите ваниль, то есть запас препарата на 2 дня есть, выключается договор прямой через правительственную комиссию на приобретение еще на 5 миллионов 900. То есть перебойность, вот она такая в напряженной ситуации, но обеспечивается. Это по амбулаторному этапу. Вчера начались отгрузки и оприходованы препараты, это на таблетированные гормоны, на дексаметазон, и на коронавирусный препарат, коронавирусная инфекция, это коронавирус, называется фавипиразир, 950 упаковок. То есть в принципе вот амбулаторный этап, он на сегодняшний день обеспечен. По стационарам, по ковидным госпиталям, что обеспеченность тоже бесперебойная. 30 декабря законтрактованы были все суммы препаратов, ну вот на которые выделены федеральные были деньги. И по графику поставок идет обеспечение, начиная с 13-го числа, с 13-го, 14-го, 15-го и до конца января идут плановые поступления. Также была получена благотворительная помощь от Московского эндокринного завода. Препараты для обеспечения ковидных госпиталей и распределение произведено главным нештатным инфекционистам Ульянской области. Ну вот здесь вот все в штатном режиме идет. По дексаметазону много вопросов поступает, будет ли он в наличии в аптеках и как он будет доступен по рецептам или без? По розничной торговле, по аптекам вопрос такой немножечко он сложный в том плане, что курирует розничную торговлю Росздравнадзор. И аптеки розничной торговли это частные аптеки, поэтому они предоставляют информацию по своему желанию. Обязатель мы не можем, то есть они не в системе государственного учреждения здравоохранения, министерства здравоохранения нашего. Поэтому вот в ближайшее время будет проведена конференция, ну как бы штаб с приглашением Росздравнадзора. Поэтому это именно частные аптеки, они обеспечивают так, как им удобно. Поэтому сейчас мониторинг проводим, там возможно конечно эта проблема, она в общем-то и озвучивается. И со стороны правительства, ну наверное какие-то будут меры приняты в добровольном порядке усилить обеспеченность, улучшить, ну именно на такой рекомендательной основе. Наверное все уже знают, что существуют разные схемы лечения. Как избежать путаницы в назначении лекарственных препаратов от коронавируса? Да, существует три схемы лечения и собственно путаница обеспечивается своевременным осмотром врача. В некоторые схемы входят препараты фавикеравир, это коронавир, во вторую схему входит гидроксихлорохин и в третью схему входит орбидол или омисиновир. Это определяет показания к назначению той или иной схемы врач, почему так делается. Иногда пациенты с первого дня начинают принимать антибиотики. Антибиотики назначаются только при наличии и выявлении его с врачом. С стороны пациента именно при бактериальном компоненте. До этого назначать антибиотики врач не имеет права. И собственно пациенты, наслышавшись, что антибиотики профилактируют коронавирусную инфекцию, они в общем-то тоже по себе наносят вред. Соответственно они могут услышать, что сосед принимает или кто-то там родственники один препарата, а вот мне назначили другой препарат. Это зависит тоже от степени наличия патологии у пациента. То есть у кого-то может быть сахарный диабет, у кого-то патология сердца. Некоторые препараты в сочетании с принимаемыми препаратами могут оказать кардиотоксичный эффект. Настолько все индивидуально, то есть схема она очень условна. А вот при наличии дополнительных собранных сведений у пациента о болезнях, врач принимает решение, почему мы всегда и говорим. Без врача лечение не осуществляйте, но в лучшем случае можете портфотому принять, потому что он входит во все схемы лечения. После того, как был поставлен диагноз, спустя какое допустимое время необходимо начать прием лекарственных средств? Во-первых, диагноз могут поставить коронавирусная инфекция неподтвержденная. Это когда еще нет результатов мазка. Соответственно, одна из схем уже может быть назначена. Это вот третья схема чаще всего. А когда уже подтверждена, например, коронавирусная инфекция, то назначается уже тоже специфический препарат. В принципе, с первого дня противовирусные препараты назначаются, даже если мазком не подтверждена коронавирусная инфекция. Поэтому опоздать вы в любом случае не можете в плане специфической терапии, в том плане, что противовирусные препараты вы будете получать с первого дня. Давайте еще напоследок расскажем о рабочей группе. Насколько я понимаю, она была создана еще в конце прошлого года. Какие задачи стоят перед рабочей группой? Может быть, какие-то задачи уже были решены? Создана она была распоряжением Министерства здравоохранения 9 декабря 2020 года. С основной целью это в организационном плане не дублировать, а помочь Министерству здравоохранения. Потому что действительно нужна здесь не только организационная какая-то мера одного человека, а именно коллективный такой подход с аналитикой, с мониторингом, взаимодействием с учреждениями в помощи, пользование, внесение в региональную медицинскую информационную систему данных. Ну, то есть вот именно такая работа на функциональной основе, она у нас неоплачиваемая, но она позволяет нам, во-первых, взаимодействовать, во-вторых, анализировать, в-третьих, предоставлять своевременную информацию руководству. И создана она была для того, чтобы, проведя вот эти вот вышеназванные мной действия, мы могли действительно влиять. Что было сделано? Сделано было много. То есть, например, если были действительно проблемы с обеспечением препаратов, то мы все включались в это. Мы, начиная от поисков поставщиков, взаимодействия, выхода на заводы производители, определяли и потребность, и помощь в поисках этих поставщиков. Ну, то есть, это такая большая работа, которую, может быть, не видно, но по обеспечению лекарственными препаратами и по небольшому тренду снижения все-таки заболеваемости, я думаю, что чуть позже результаты ее будут более видны. Вы слушали интервью руководителя рабочей группы Центра лекарственного обеспечения населения Ульяновской области, главного врача областного кардиологического диспансера Елены Мовчан. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. В населенных пунктах области открылись первые центры социальных услуг. В этих центрах можно получить широкий перечень госуслуг, включая помощь в трудоустройстве и обучении. Идея их создания прорабатывалась скрупулезно. Почта России совместно с различными ведомствами детально изучала потребности жителей отдаленных населенных пунктов, где нет МФЦ и филиалов структурных подразделений. Соответственно, за помощью они теперь смогут обратиться в Центры социальных услуг. Продолжит директор корпорации правительства для граждан Светлана Опенышева. В Ульяновской области заработали первые центры социальных услуг на базе почтовых отделений. Все Дмитриево-Помряськино-Староманьского района, Живайкино-Барышевского района, Русский Меликес-Меликесского района и Сосновка-Корсонского района. Здесь гражданам доступны электронные сервисы, ряд государственных услуг в сфере соцзащиты. Это оформление детских пособий, это оформление субсидий на жилищно-коммунальные услуги. И также здесь доступны медицинские услуги. Но медицинские услуги в части того, что все вот эти вот центры оборудованы уголками здоровья, с медицинскими приборами, градусником, тонометром, пульсоксиметром, весами и ростомером. И во время, когда человек пришел на почтовое отделение связи, он может воспользоваться, измерить давление, померить сахар, измерить свой вес. Какая работа проводилась с разными ведомствами? Легко ли было находить общий язык? Если говорить о сотрудничестве с Почтой России, то порядка 10 лет мы совместно работаем. У нас есть такие почтальоны здоровья, которые есть не только в этих населенных пунктах, где открылись центры социального обслуживания, а во всех муниципальных образованиях, на сельской территории, где нет ФАПов, там у нас есть почтальоны здоровья, которые непосредственно могут измерить давление, если человеку плохо, вызвать неотложную помощь, или, допустим, записать человека на прием к врачу. Самое главное то, что делается сейчас, это приблизить любую услугу для человека, который проживает в удаленной местности. И здесь, отрабатывая с Почтой России совместно с соцзащитой, мы завели 12 социально значимых услуг, которые люди могут подать весь пакет документов на почтовом отделении, и сотрудник почтового отделения данный пакет документов привезет уже к нам в МФЦ, и дальше мы уже будем отрабатывать все эти обращения. Самая главная роль, которая отводится всем этим социальным центрам, это приблизить услугу для людей, проживающих в сельской местности. В каждом районе востребованы какие-то определенные услуги? Если говорить в целом об услугах, то очень востребованы услуги – это оформление детских пособий, подача на меры поддержки, которые связаны с соцзащитой. Вот эти вот услуги, конечно, они более востребованы. Но так как вот в центрах социальных услуг у нас есть еще и пункт коллективного доступа, то здесь сотрудник почтового отделения поможет любому человеку, который придет в отделение связи, помочь подать, допустим, на получение услуги в электронном виде, прописаться, выписаться, получить замену паспорта, водительских удостоверений. Также в дальних населенных пунктах, в районах это больше, где востребована услуга, допустим, люди оформляют лицензию на перевозку пассажиров. Также люди, многие хотят встать на учет по безработице. Вот как раз в этих населенных пунктах, которые я обозначила, где есть пункты коллективного доступа, где есть доступ к кварталу госуслуг, они могут все это оформить. А как жители этих населенных пунктов отнеслись к появлению центров социальных услуг? Для них все понятно? Или приходится проводить какую-то дополнительную разъяснительную работу? Здесь эта работа проводится совместно с сельскими администрациями, с сельскими старостами, вместе с органами местного самоправления, потому что я знаю, что проводят сходы граждан на территории муниципальных образований. И об этом должны уже рассказывать наши и главы, и администраторы сел. О том, что вот есть такие, открылись центры социальных услуг. Ну, я думаю, когда вот Дмитрий Павлов-Мрязькин на небольшой населенный пункт, понятно, что там есть еще и магазин. И это как сарафанное радио очень быстро облетит, где скажут, что можно вот эти вот услуги теперь не ехать в районный центр, в Старую Майну, да, или в Барышский район, или в Корсунский район, а можно прийти и подать пакет документов на получение услуги на почтовом отделении. По какому принципу были выбраны эти населенные пункты? Еще в других субъектах же открылись такие центры. Это Архангельская, Калурская, Новгородская область, в Приморском крае. И здесь, наверное, вот то, что у нас очень хорошее отношение с Почтой России, мы не пошли открывать вот эти вот центры социального обслуживания в районных центрах или там, где есть МФЦ, есть ТОСПы, есть ФАПы. Мы пошли в те населенные пункты, где вот этой инфраструктуры в населенном пункте отсутствует. Это был основной, вот, наверное, показатель, каким образом мы выбирали населенные пункты, где нужно открывать центры социальных услуг. А в будущем планируется ли еще открытие подобных центров в других сельских поселениях? На сегодняшний день прорабатывается вопрос с генеральным директором Почты России. Необходимо вот эти вот центры обслуживания открывать и в других населенных пунктах. У нас порядка 200 почтовых отделений связи, которые находятся в сельской местности. И один еще из моментов, который я не отметила, наши почтальоны, сейчас их небольшое количество, имеют планшеты. И, приходя непосредственно к жителю вот этого населенного пункта, сельской местности, он может подключить свой планшет и вывести на связь врача районной больницы и жителя, который хотел бы воспользоваться вот этой вот медицинской помощью. Ну и давайте напоследок подытожим. Центры социальных услуг – это такая мини-версия многофункциональных центров. Наверное, это так? Если говорить вообще вот многофункциональные центры, вот как наш, убрать мои документы, понятно, что мы работаем именно на оформление и документов на передачу в органы власти, помогаем людям приблизить услугу непосредственно получения услуг, именно государственных и муниципальных услуг. А здесь бы я сказала, что это вот центр такой многофункциональный, который возьмет в себя почтовые переводы, который возьмет доступ к порталу госуслуг, возьмет медицинские услуги, возьмет еще дополнительные услуги соцзащиты, потому что и сейчас даже прорабатывается вопрос, чтобы, может быть, волонтерское движение тоже сюда вписать в отношении того, что именно человек, почтальон, который очень приближен к населению, может сказать, что вот этому человеку нужна такая-то помощь, добрые какие-то дела. А волонтеры могли бы включиться вот в эту работу. Для оснащения центров социальных услуг было приобретено компьютерное и медицинское оборудование. Кроме того, сотрудники центров будут также изучать, кому в первую очередь будет необходима помощь. О главных задачах центров социальных услуг расскажет директор управления Федеральной почтовой связи Ульяновской области Олег Непочатов. В отделениях Почты России открылись пилотные центры социальных услуг, где можно получить бесплатный доступ к медицинским, государственным и социальным услугам. Первые центры появились в 15 отделениях, расположенных в сельской местности в разных регионах России. В Ульяновской области мы открыли 4 таких центра в селах Сосновка Корсунского района, Живайкино Барышевского района, Русский Меликес Меликесского района и в Дмитриеве Помрязкино Старомаинского района. Хочу отметить, что 4 сразу объекта были выделены всего 2 регионам. Это Ульяновская область и Приморский край. Поэтому здесь мы видим, как высоко ценят руководство Акционерного общества Почты России взаимодействие Ульяновского филиала Почты России и администрации области. А чем эти центры будут полезны для жителей сел? Теперь жителям сельских населенных пунктов, где открыты центры социальных услуг, достаточно просто прийти в отделение связи, чтобы воспользоваться порталом госуслуг, измерить температуру тела, давление, уровень кислорода крови, уровень сахара в крови. В центрах социальных услуг можно получить государственные и муниципальные услуги. Документы примет или оператор почтовой связи, или представитель МФЦ, который будет обслуживать клиентов по определенному графику. Клиенты могут воспользоваться компьютером с подключенным интернетом и зайти на сайты государственных услуг, пенсионного фонда, центров занятости и прочих ведомств. Почтальоны центров социальных услуг уже получили смартфоны и планшеты, с помощью которых они смогут проводить онлайн-опросы клиентов, провести видеоконсультацию пациента с врачом на дому. Анкеты, составленные при участии органов здравоохранения и социальной защиты населения, должны помочь выявить тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, или кому нужна социальная либо медицинская помощь. Сотрудники почты также могут предоставить доступ к порталам госуслуг пенсионного фонда, фонда социального страхования или центра занятости населения. Кроме того, при себе у почтальонов будут приборы для измерения показателей здоровья, которые при необходимости они смогут выдавать клиентам во время визита. Сотрудники отделений, включенных в пилотный проект, прошли обучение по оказанию государственных услуг первой доврачебной помощи правилам пользования приборами для измерения показателей здоровья. Почему центры социальных услуг открываются именно на базе почтовых отделений? Зачастую почта – это единственный объект инфраструктуры населения, и для сельских жителей это действительно центр притяжения. Проект пилотный. Решение о масштабировании центров будет приниматься в зависимости от их востребованности у клиентов и региональной власти. Почтовые отделения в селах – это зачастую единственный объект инфраструктуры. Конечно, жителям удобнее получать все необходимые услуги в одном помещении. Ну а решение о масштабировании центров социальных услуг будет приниматься в зависимости от их востребованности. Не так давно Ульяновский дворец творчества детей и молодежи отметил 85 лет со дня своего основания. Звучали слова поздравления от его выпускников, воспитанников и педагогов. Заслуженные работники организации дополнительного образования вспоминали яркие события из жизни дворца. Рассказывает моя коллега Надежда Шейко. Дворец творчества детей и молодежи – это прежде всего его богатая история. Это заслуженные люди, ветераны, посвятившие свою жизнь любимой работе. Их интересные рассказы и воспоминания представляют для нас большую ценность. Сегодня моей гостьей станет отличник народного просвещения, удивительная женщина, длительное время проработавшая во дворце заместителем директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Александровна Ратанова. В минувшую субботу она отметила юбилейный день рождения. Татьяна Александровна работает во дворце с 1966 года. Ее трудовая деятельность начиналась с должности руководителя клуба интернациональной дружбы. За многолетний добросовестный труд и успехи в профессиональной деятельности она награждена Орденом Знак Почета, Медалью за трудовое отличие и почетным знаком губернатора Уленовской области за веру и добродетель. Татьяна Александровна ответственный, трудолюбивый человек, который щедро делится с коллегами, мудростью и бесценным жизненным опытом. Я адресую ей первый вопрос. Так в чем в те далекие годы заключалась ваша работа и что из себя представлял клуб? Меня пригласили во дворец организовать клуб интернациональной дружбы. Он назывался «Орбита друзей». В то время 70-е годы были. И это была пора знаменитых кидов. Клубы создавались в школах, в центрах творчества учащихся. И мне очень приятно и радостно, что первый клуб был создан в нашем дворце. Сколько иностранных делегаций приезжали к нам на встречи. Латиноамериканцы и арабы, европейцы и азиаты. Они рассказывали о своей жизни, пели незнакомые мелодии, завораживались звучанием чужого языка и пробуждали мечты. Завязывалась переписка, просыпался интерес к иностранным языкам, к истории и политике. И главное, мы организовывали митинги солидарности, дни героев-антифашистов. Я помню очень хорошо митинг, посвященный детям Вьетнама. В то время там шла война. И мы организовали акцию по сбору школьных принадлежностей для детей Вьетнама. Это было на площади Ленина. Приехали школьники со всей Ульяновской области. Вы не представляете, сколько было больших ящиков, коробок, сумок. И все это мы передали студентам из Вьетнама, которые в то время учились в наших вузах. Это было незабываемое впечатление. И каждый из нас ощутил свой вклад в интернациональное дело. Я думаю, что это воспитывало патриотические чувства, хорошие, добрые традиции. И мы организовывали даже смотры клубов интернациональной дружбы. До сих пор помню, какие у нас были лучшие клубы. Это, прежде всего, школа номер два. Сейчас это лингвистический лицей. Это 21-я школа, опыт которой был представлен на выставке за достижение народного хозяйства в Москве. То есть работа была очень многогранной. Дворец – это ваша жизнь. Вы работали в нем, когда он активно развивался, и продолжаете жить с ним в едином ритме до сих пор, наблюдая за успехами и инновациями. Вспомним, каким был дворец в прошлом. Что в нем было интересного, примечательного? Ну, я пришла во дворец в 1957 году. Это очень-очень давно. Но до сих пор в моей памяти вот отчетливо каждый день я занималась в театральном кружке. И тогда мы создали детский самодеятельный театр. Первым руководителем был пскник Московского театрального вуза Михаил Михайлович Серков. У нас были настоящие гастроли, настоящие программки, афиши. И до сих пор помню первые гастроли на грузовой машине. Мы погрузили декорации, бутафорию. Потом сами сели по бокам на лавочках со своими пожитками, рюкзаками, маленькими чемоданчиками и тронулись в путь. И мы гастролировали две недели. Доехали до города Кузнецка, Пензенской области. Нас везде с восторгом встречали. Мы возили туда спектакль «Звездный мальчик». И так сплотились за эту поездку всем своим составом, что потом до 10-го класса никогда не расставались. И продолжали свои вот такие гастроли Пульяновской области. Мы выступали на телевидении, в училище танковом. Нас приглашали на другие площадки. Тогда это был драматический театр и филармония. В то время были очень развиты кружки технические во дворце. Столярные, слесарные. Работала радиостанция. И всегда перед самыми престижными кружками были театральная студия, хореографическая студия и студия изобразительного творчества. Очень много профессионалов вышло в те годы из стен нашего дворца. Были самые прекрасные педагоги. Я бы сказала, самые лучшие педагоги работали во дворце. Каждый школьник Ульяновска мечтал попасть во дворец. Тогда это было учреждение единственное на всю Ульяновскую область. Отсюда и музыкальная школа, она вышла из дворца, и станция юнатов, станция техников. Дворец дал им жизнь. Кроме того, что мы занимались в разных объединениях и готовили спектакли, нам помогали ребята разных объединений и делали декорации, шили костюмы. Но самым престижным таким массовым мероприятием были новогодние елки. Елки для отличников учебы. И попасть на елку во дворце было, наверное, так же радостно, как и сейчас на Кремлевскую елку в Москву. Мы готовили спектакли различные, участвовали многие коллективы. Это было настоящим, ярким событием. Начинали готовиться за три месяца до начала Нового года конкурс елочных игрушек. Мы стерили сами. Потом мы наряжали елку в доме-музее Ленина, тоже игрушками, сделанными своими руками. И потом, как завершение, проходили эти цитерализованные представления для ребят, для лучших школьников Ульяновской области. Мы вспомнили, каким был дворец, а какой он сейчас, как он изменился со временем, чем он привлекает воспитанников? Ну, во-первых, изменились условия, изменились интересы родителей детей. То, что дворец идет в ногу со временем, это очень здорово. Новые направления, дворец очень хорошо оснащен, прекрасная материальная база. И мне нравится то, что дворец есть, был и будет инновационным учреждением. Я хочу, чтобы дворец всегда оставался первым, лучшим и всегда было в развитии. Многим, многим известным людям сейчас в Ульяновске, выпускникам дворца, дворец дал путевку в жизнь. Да, очень многим воспитанникам дал путевку в жизнь. Здесь, во дворце, они нашли свое призвание. Если бы не дворец, я не знаю, кем бы они стали. Но дворец сыграл большую роль в их жизни. И до сих пор воспитанники двухтысячных годов, а может быть более ранних, приходят во дворец. Мы с ними встречаемся. Они интересуются, чем живет дворец сейчас. Вспоминают свои годы, проведенные во дворце. То есть, такой неизгладимый след оставил в их памяти дворец, но это очень радостно и дорогого стоит. Портрет дворца творчества в будущем. Каким он вам видится? Ну, мне видится, чтобы он был постоянно в развитии. Он и сейчас на очень хорошем пути, чтобы вот сохранялись прежние традиции и развивались новые традиции. Чтобы дворец не терял связь со старым временем. Чтобы также воспитанники дворца сегодняшние Безвагево дворец, любили его и гордились им, как любим мы и гордимся им воспитанники 60-х 2000-х годов. А мне остается напомнить, что сегодня страницы истории Ульяновского дворца творчества детей и молодежи мы перелистывали с отличником народного просвещения, заслуженным работником дворца творчества детей и молодежи Татьяной Александровной Ратановой. Состав Ульяновского государственного академического симфонического оркестра губернаторский недавно пополнил молодой дирижер Герман Киткин. Слушателем он может быть знаком по фестивалю летние музыкальные сезоны в Усадбе. Именно тогда он впервые оказался на ульяновской сцене. Талант Германа заметили и в его карьере произошел переломный момент. Его пригласили в наш город в качестве дирижера. Поверил в него художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Илья Дербилов. Теперь на счету Германа Киткина несколько концертных программ. А в конце месяца он представит еще одну программу музыкальные столицы мира Прага. Давайте познакомимся с этим молодым дирижером в нашей студии Герман Киткин. Как в вашей жизни появилась музыка? Помните этот момент? С детства так вышло. Я родился в городе Оренбург. Рядом была музыкальная школа. Все достаточно просто. Какие-то успехи пошли, какие-то результаты, которые говорили о том, что в этом направлении можно расти и дальше. Герман, какими музыкальными инструментами вы владеете? На чем играете? В основном на фортепиано. Что-то я смогу сыграть на гларнете. Что-то мы играть смогу на скрипке. Вы являетесь вторым дирижером Ульяновского симфонического оркестра, но ваше знакомство с оркестром началось раньше. Помните, как вы первые оказались у нас в городе? У меня есть товарищ, который работал здесь до меня в качестве второго дирижера, с которым мы познакомились, когда я учился еще дирижирования в Казани. И на открытии фестиваля летний сезон в усадьбе. Он предложил мою кандидатуру на рассмотрение главному дирижеру Леониду Николаевичу Дербилову в качестве пианиста в втором концерте Бетховена. Пригласили меня, пригласили еще замечательную скрипачку Александру Вайсбекер, моего друга Рустема Медулина, велончелисты. И вот мы все дружно и весело выступили, изголодавшись по живым концертам. Яркие воспоминания, замечательные впечатления от оркестра, от музыкантов, с которыми пришлось работать, это Леонид Николаевич Дербилов, потому что мы там познакомились с ним. И когда открылось место, он предложил мне приехать попробовать свои силы. Я с радостью согласился, и вот я оказался здесь. Для вас было неожиданным это приглашение? Ну да, конечно, наверное, неожиданным было, потому что я был в Москве, занимался своими делами, жил, не подозревая о том, что мне могут позвонить и предложить такую вот, возможно, замечательную. Да, я был приятно удивлен. Достаточно быстро все произошло, середина сентября, а 25-го числа я уже был здесь. За это время вы успели полюбить наш город? И что вам здесь нравится? Я вообще, в принципе, могу сказать не только про Ульяновск, мне, в принципе, катастрофически не хватает солнца. Когда тучи, туман, дожди или вот зима, в принципе, я очень себя неважно чувствую, мне очень хочется, чтобы было все-таки солнце, потому что всегда лето, или я приезжаю на гастроли, в солнечные страны, хватает 4-х часов чтобы чувствовать себя прекрасно, если светит солнце. Поэтому, в принципе, это, наверное, самый важный фактор, которого мне здесь не хватает. А что касается позитивных сторон, ну, в первую очередь, это люди, с которыми я работаю, музыканты. Это, в общем, деятельность, которую я имею возможность здесь вести, творческой реализацией, и за это я очень благодарен этому городу. А уже успели с кем-нибудь здесь познакомиться? Есть ли у вас друзья, с кем вы чаще всего общаетесь? Чаще всего общаемся, конечно, с музыкантами, с которыми приходится работать. Время, когда есть возможность связываться и по мобильному телефону, поэтому я не испытываю какую-то нехватку коммуникаций. Герман, сколько времени у вас ушло на обучение? Какое у вас образование? В первую очередь, конечно, нужно сказать о фортепианом образовании. Я окончил Московский колледж имени Шопена в классе Вера Васильевна Горностаева. Это легендарный педагог. Но в консерваторию я поступил уже к Михаилу Сергеевичу в Воскресенскому и возглавляю другую кафедру в Московской консерватории. Дирижерское образование я получил уже после консерватории. Я поехал в Казань к Сергею Фирулеву в магистратуру и там уже получил так называемую специальность. Но в принципе, что включает в себя дирижирование? Дирижер – это музыкант. Это человек, который обладает не только широким кругозором в музыке, в жизни, также у него есть какая-то своя позиция, слышание, какое-то особое отношение к музыке, в частности, к сочинениям, с которым он имеет дело в данный момент. Некая идея, я очень благодарен своему учителю Сергею Владимировичу Фирулеву. Он здесь работал главным дирижером. В конечном счете все сводится к тому, что и дирижирование это такой же инструмент, как и любой другой музыкальный. Просто объем задач гораздо больше и задачи немножко другого характера. Но какова цель инструментального исполнительства? Озвучить музыку посредством данного инструмента. Какова цель дирижера? Все та же. Озвучить музыку посредством музыкантов, играющих на своих инструментах. Оркестр. В данном случае это будет музыкальный инструмент дирижера. Герман, ощущаете ли вы поддержку со стороны руководства, со стороны, в первую очередь, наверное, главного дирижера и художественного руководителя оркестра Елене Николаевичу Дербилову? Безусловно. Безусловно. Я с огромной благодарностью отношусь к Елене Николаевичу Дербилову, потому что, во-первых, человек, который принял меня здесь без ожидаемого опыта работы на данную должность. То есть, человек просто поверил в меня, дал мне шанс. И я, безусловно, ему благодарен. Каждый день мы в ВКонтакте находимся, я спрашиваю, советую, рекомендации. Я действительно ощущаю большую поддержку с его стороны. Очень благодарен ему за это. А вы чувствуете здесь свой рост как дирижера? Колоссальный, конечно. В первую очередь, благодаря огромному количеству практики, и активной, и пассивной. Что имеется в виду активной? Это когда, собственно, ты сам непосредственно стоишь за пультом дирижерским у оркестра и готовишь свою программу. Пассивной – это когда я присутствую на репетициях Дербилова или просто изучаю те же программы, слушаю. То есть, всё это я вбираю в себя, впитываю. Присутствую на репетиции главного дирижера, слушаю, как ведёт репетицию он, какие мысли у меня на этот счёт, что я бы требовал, чего я не требовал, на что я обратил внимание, на что я не обратил внимание, а оно прозвучало, а это важно. Идёт творческий и профессиональный рост. Как вы считаете, хватает ли вам энергетики и готовы ли вы делиться своей энергией со слушателями? Где-то недавно прочитал хорошую фразу, что ум человека растёт, когда он вбирает в себя, а сердце человека растёт, когда он отдаёт. Мне кажется, музыкант, он растёт и когда вбирает, и когда отдаёт одновременно. Конечно, требуется достаточно немаленький ресурс для меня в том плане, чтобы и успевать расти как дирижёр, набирать всё новые навыки, всё новые партитуры, всё новые знания, потому что всё равно это достаточно свежая для меня профессия. И также достаточно большой ресурс уходит на то, чтобы поддерживать планку, достигнутую мной в плане исполнения на рояле такого профессионального концерта, потому что я и продолжаю играть концерты, я уже и здесь отыграл несколько концертных программ с оркестром, и впереди тоже предстоят концерты в этом качестве. Но это всё немножечко разные жанры и требуют всё равно полной отдачи, поэтому в этом плане, конечно, нагрузка большая, но сказать, что я от этого страдаю, нет, я наоборот этому очень рад. Потому что в плане какой-то нордической самоорганизации у меня, конечно, пробел, но когда есть огромное количество задач, я успеваю всё это делать. То есть, чем больше задач, тем больше я делаю. Меньше задач сделаю, и меньше. Герман, но вы работали не только в симфоническом оркестре, но и в качестве пианиста ещё сотрудничали с оркестром Державы. Не то, что сотрудничал, пригласили, сыграл. Это вот особенность сольного исполнительства на фортепиано. Пригласили с оркестром, выступили. Притом, это была такая обоюдная затея с Кириллом Ильиным, дирижёром Духового оркестра Державы. Меня пригласили в декабре выступить в Калуге с симфоническим оркестром. Исполнить Гершина рапсодию «Rhapsody in Blue». Я не знаю, как перевести на русский, потому что это не рапсодия в стиле блюз, это не голубая рапсодия, это, в общем, такой непереводимый американизм. И я предложил эту пьесу в качестве предстоящей программы для оркестра Державы. Кирилл охотно поддержал, и мы исполнили эту программу на радость публике, с удовольствием сами поучаствовали. Полную версию беседы с дирижёром Ульяновского государственного академического симфонического оркестра-губернаторский Германом Киткиным вы услышите в нашей вечерней программе, которая выйдет в 19.20. Вот и всё на этот час. С вами был Алексей Сорокин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова